эй здравствуйте глубоко уважаемые любители летных видов спорта сейчас вы увидите такое ну в общем мы вот здесь разара сейчас я вам покажу друзья вы даже не представляете не представляете что сейчас происходит мы заказываем новый планер и какой это просто с чем-то друзья вы сейчас это ролик наверно лучший ролик моей жизни будет пока посмотрите вот такую штуку заказываем вот у нас как выглядит зал стоит как вы понимаете штемме но заказываю то я не штемме 3 года назад мне мой учитель калс фольман сказал игр если ты будешь покупать следующий планер то это будет точно штемме да друзья так и получилось но я не захотел тот что мы стандартный который с вот этим двигателем карданами с которой там нужно обслуживать там к обслуживанию энта и карданов стоит 10 тысяч евро за 200 часов мне этого геморрой не нужен я подумал должен быть другой путь должно быть что-то лучше и вот оно друзья вот оно лучше вот крыло от того что лучше вот она вот вот это крыло от того что лучше обратите внимание кстати увидеть обратная стрелоидность у крыла это цель на крыло 10 метров 10 метров размаха естественно идея это примерно тоже что и уж теме и автор этого проекта как раз тот самый легендарный штемме который вообще придумал этот планер но это новая фирма 1 аэро и новый планер эльфин у которого совершенно потрясающая концепция то есть и вот мы недавно мы рассуждали с клаусом о том что как должен выглядеть идеальный планер клаус говорит он должен быть вот вот такой и вот он вот он такой вот друзья вот этот идеальный планер вот от него идеальный фюзеляж и что что здесь такого сейчас сейчас я могу я у меня даже слов не хватает показать давайте вот эту картинку на посмотрим здесь электромотор стоит 65 киловатт электромотор который вращает винт трехлопастной а здесь стоят батарейки а здесь стоит специальное устройство которое заряжает эти батарейки в полете и вместе с топливными в баками крыле дает дальность тысячу сто километров мимо стендиков он пройдусь быстренько что здесь хорошего ну-ка макомпановочка где что здесь кстати парашют будет стоять который спасает весь планер сразу много картинок их снимать нельзя но мне разрешили так как мы заказываем планера с номером 016 0016 то номер уже закрепили то так сказать разрешено снимать и я теперь буду достаточно ярко рассказывать про этот планер потому что мне совершенно понравились ребята волшебная совершенно компания те люди которые двигают мир вперед где люди которые ну как вам так сказать не горят глаза вот вы смотрите шариком вот они такие же ну только немножко поспокойнее чем я это правильно это кстати от от винта матрица что-то очередной выклеивается значит смотрите из интересного давайте ближе к кухне попробуем ну кстати вот парашют этот будет сумбурный репортаж потому что перевозбужден говорю обо всем вот кстати винт красавец трехлопастной раскладывается винт делают кстати во франции давайте наверное начнем сначала я сейчас успокоюсь выдохну и начну вам рассказывать об этой концепции и о том почему в ней какие-то части имеют какой-то определенная ну определенную вид внешне во первых но допустим понятно давайте подойдем к самому штеме и концепцию немножко самого планера обсудим то есть идея была сделать планер вы все смотрели ролик хэштейме сделать планер который будет летать далеко который будет сочетать достоинства самолета то есть это неплохой самолет и вполне себе замечательный планер вот этого размах 23 метра по моему чтобы сохранять всю аэродинамику сделан винт впереди дальше идет фюзеляж вот здесь карданные валы находятся вот там стоит двигатель то лошадиных 114 лошадиных сил здесь эти либо стоит помощь послабее 88 и двигатель через муфту через а длинный кардан который идет внутри фюзеляжа вращает винт то есть тем самым получается что в центре тяжести планера что и правильно поместили мощный тяжелый двигатель на котором планер может летать до длительное время это конечно успех самого вот этой концепции она нашла своих любителей таких планиров бегает по миру достаточно много некоторые даже летают в основном самолетном режиме некоторые повисят на 50 то есть по всякому то есть не всегда эти планира парят иногда просто летают но чем не эта концепция лично мне не нравится это все становится тяжелым есть вот эта штука она ну реально вот и 23 метра размах понятно что крыло вот в этой точке складывается внутрь там еще чего-то когда бачком рачком но все равно это как-то слишком все такой вот то есть один это все не подымешь один это все не соберешь но все такой вот ну какой-то вот через чур немножко для меня и я сразу клаусу сказал три года назад клаус не я не чтобы я и это никогда в жизни еще одна сложность это вот эти вот соединение двигателя с пропеллером идет через огромное количество этих карданов муфточек и всякого этого барахла которая требует балансировки проверки и вот у производителя который собственно производит частыми у них проблемы не у них проблема у клиентов проблемы с деньгами то что обслуживание раз 200 часов нужно обслужить пропеллер и трансмиссию это стоит нужно снимать отправлять на завод платить за это там 10 тысяч евро но это поймите да что но вот как то вот очень очень как-то расстраивает такие всякие траты ну и вообще любой чих огромные деньги можно ли по-другому можно фюзеля же какой легенький его один человек поднимает нужно просто взять убрать эти все карданы и шмарданы и прочую гадость и воткнуть перед электромотор назад батарейки поставить получится электрический планер который может летать далеко далеко если ему во время вот этого горизонтального полета включить какой-нибудь поддерживающий двигатель с генератором то есть проблема что самолету на взлете нужен вот этот максимальный режим самолет на взлете используется сто процентов мощности а потом он использует там 70 процентов мощности допустим или там 60 а планерцы высоким аэродинамическим качеством можно использовать меньший процент мощности то есть данном случае мощность этого планера на взлете там 65 киловатт он использует а потом горизонтальный полете он ровно половину использует 35 киловатт и вот его заряжать будет по поддерживать в этом полете будет вот такой маленький моторчик вот этот моторчик в совокупности not чтобы оценили размер моторчика ну вот моя рука этот маленький моторчик он будет обеспечивать в полете энергией планер вот это кстати двигатель который стоит моим аэжи тридцать втором вот такой вот аустро энджин моторчик в принципе он тоже вот возможен в комбинации то есть это скорее всего это будет стоять даже не знаю что это сейчас такое вот планировалось вот такое ставить вот такая поддерживающая штуковина будет монтироваться вместо третьей батареи то есть планере предусмотрены три батарейки и можно одну батарейку снять все равно система позволяет взлетать нормально все это просто запас по электрической энергии меньше ставится этот генератор и этот генератор жужжит в полете если вам нужно там куда-то в самолетном режиме дунуть в этом хрим чпум включили полетели это вот ну это для меня это гениальная идея у меня есть машина бмв и 3 у которой дальность 150 километров не всегда это волков зачем ты купил такое говно на это вот на этой штуке мы ездим радуемся жизни нам кайфуем и заряжаемся от солнечной крыши на нашем доме и 6 раз за два года мы использовали вот этот вот у нас стоит маленький такой чемоданчик внутри машины то есть он встроен в машину тоже его не видно и машина автоматически если батарейка села переходит на маленький маленький моторчик скутерный 650 кубиков он тоже от бмв она заряжает он не заряжает батареи он просто дает энергию напрямую на колеса машина едет 90 километров в час прекрасно едет я могу куда угодно доехать 150 километров на этих 9 литров которые бак есть это считается полноценный электромобиль со всеми его плюсами а это друзья целый полноценный электросамолет со всеми его плюсами какие плюсы у электросамолета мотор может отдать энергию мгновенно вот эту всю то есть вы заходите на посадку вы идете в чистой планерной конфигурации вдруг что-то случилось лошадь выскочила но у меня там не знаю антилопа в африке выскочил на полосу там не знаю что то еще промазали какая гадость вы нажимаете на волшебную кнопку power у вас раскладывается винт вы уходите на второй круг никаких проблем из никаких проблем на этом плане или вот он парашют который спасает весь планер целиком на вес этого планера рассчитана эта система нажал на кнопку из высоты там не знаю на 100 метров должно сработать об приземлеме запасном прошу тебя ничего не назвать ничего это как раз тот случай когда уже на какой-то небольшой высоте не сработает штатный парашют но при этом есть шанс воспользоваться вот этой спас системой спастись какие-то такие мелочи которые делают эту вещь совершенно чудесной ну а одна из один одно из чудесностей главных это наличие вот этой кабины с параллельной посадкой в которой ты сидишь рядышком можешь показать своему копайлу то как что делать пара параллельная посадка конечно как бы не говорили но она конечно приятнее чем тандемная но у меня будет 2 2 планера один такой с параллельной посадкой другой с последовательной то есть все как бы хорошо теперь о сложностях с которыми столкнулись производитель этого планера основная сложность друзья что если вот взять что имя например да вот он стоит и попытаться реализовать в нем эту концепцию ничего не получится почему не получится батарейки тяжелой к сожалению все плюсы вот этой вот энергетической установки электрической во многом перечеркиваются минусом с тяжестью батареи то есть да мотор сам легкий он весит электромоторный планер весит 20 килограмм вот он винт трехлопастной винт тоже легкий да вот ой чтобы ничего не поломать он весит совсем немного здесь кстати полностью карбоновая вся эта рамка карбоновый винт винт все вся эта штука кстати французская то есть это делается во франции ребята вот эта новая компания rsr они в полностью некой генерации с остальным сообществом то есть что-то здесь там крылья делают допустим там в одном месте пропеллер в другом мотор там условия батарейки еще где-нибудь и все это вместе собирается данном случае здесь германии под берлином мы о сложностях говорили с вами сложность нужно сделать было планер легкий то есть чтобы обеспечить некие разумные приемлемые характеристики планера нужно чтобы он был легкий то есть его нельзя взять стандартный штемме который в принципе относительно легкий но там задача прямо вот легкий легкий сделать не стояло как кстати допустим на моем 32 шлякере там куча мест используется просто стеклопластик потому что планер в принципе в него воды еще заливают обычно литров 150 то есть я должен догрузить свой планер чтоб он летел круто до 850 килограммwhere с лучи с электрическим планером облегчение оно все таки разумно потому что это позволяет уменьшить вес общей планирует загрузить полезные нагрузки то есть батарейками и обеспечить с помощью этих батареек возможность перемещения на вот этот хотя бы на 2 вот этот плане 2 с половиной часа будет на электроэнергии летать можно включить двигатель электрический два с половиной часа полетать на электроэнергии почему потому что это электрический планер. Потому что это, в конце концов, планер. Не то, что это электрический. Потому что это планер. И у него высокое аэродинамическое качество. А когда выходит из носа винт, вот этот трехлопастной, он, во-первых, еще и трехлопастной. То есть у него рабочая часть лопасти. Вот она. То есть это все в обтекателе прячется. У обтекателя, кстати, в отличие от штемми, щель не 150 миллиметров, а всего лишь 70. То есть получается довольно обтекаемая конкурсегурация. Сейчас вам покажу на носе самого планера. Вот отсюда выходит пропеллер. Получается красивый кок, дальше здесь вращаются лопасти. И вот эта вот рабочая часть лопасти находится уже на приличном диаметре, что выгодно. И максимально аккуратненько гонит воздух вокруг обтекаемого фюзеляжа, создавая подъемную силу на вот этом крыле высокорасположенном. Сопряжение поверхности фюзеляжа и крыла хорошо проработано. Есть некий шанс, то есть, ну я по крайней мере по динамике читал про этот планер, что получится какую-то часть подъемной силы брать еще вот по этой фюзеляжной частью крыла. И как-то вот все это там должно нивелировать то, что сам фюзеляж, видите, такая большая хрюша. То есть понятно, что этот планер будет на высокой скорости создавать большее сопротивление, чем, допустим, мой 32-й, у которого узенький такой фюзеляж. И, допустим, на соревнованиях, конечно, будет тяжело конкурировать планеру такого класса с вот этой иглой. Но планер задумывается все равно в 20-метром классе ФАИ. Вот она, законцовка крыла здесь. Вот это такая законцовка. Она весит всего лишь 30 килограмм. Потом мы сейчас вам, я их поподнимаю, мы немножко посмеемся. А вот это 10-метровое крыло, цельное, оно весит 100 килограммов. И в сумме получается размах 20 метров. То есть это 20-метровый класс. С этим планером можно поехать, не знаю, на тот же чемпионат мира, на котором участвую я сейчас со своим 32-м. И погонять на нем, поржать, по крайней мере. Ну, на самом деле нет. Но, допустим, соревнования какого-нибудь национального уровня. Или, допустим, тот же Микс-класс. Есть соревнования, в которых участвуют планеристы с какими-то коэффициентами. В этом всем на этом планере уже летать много. Можно. На Штеме было нельзя, потому что он со своим, не знаю, размахом, весом и так далее, он вылетал из класса. Плюс еще вот этого планера в том, что у него будет крюк. То есть вот Штеме поднять за самолетом, опять же он тяжелый достаточно, поднять Штеме за самолетом не представляется возможным. У него даже буксировочного крюка нету. То есть это только самовзлетный планер. То есть он залетает только сам. Эльфин можно будет спокойно таскать за самолетом. То есть если ты не хочешь, например, по какой-то причине там у тебя продал батарейки. Деньги нужны были, продал батарейки электрические. Ну, прицепился к самолету, все, ты можешь быть нормальным планером. Дальше. Опять же, нет у тебя денег на три батарейки, чтобы летать долго два часа. Ты купил одну. И с одной батарейки получается ограниченный режим. Ты можешь использовать этот планер как планер с долетным двигателем. То есть ты включаешь, у тебя там километров, по-моему, на 80 энергии, там, крутится пропеллер, ты куда-нибудь летишь. Ну, то есть у тебя не два с полной часа работает мотор, там, 50 минут, 40 минут. Но это все равно. Это получается планер, который может там, опять же, он в этом случае летит. Можно его загрузить водой. То есть здесь в крыле будет водяной балласт будет встроен. Настоящие спортсмены, они говорят, ну, как, планер без балласта, это не планер. Как же ты будешь регулировать удельную нагрузку? Ну, это уже, друзья, думаю, немногим интересно. Естественно, планер оснащен там всем стандартным набором. Там, там, вот, ниши интерцепторы, там, закрылочек. Все красивенько, аккуратненько. Вот, кстати, можем посмотреть, висит стабилизатор от него. И, как видите, этот стабилизатор. Это не штемм, это меньше. То есть это все не стандартные, вот, самым штемм, а переработанная конструкция, которая использует концепцию, но, вот, ну, крыло совершенно другое. Вы видите, у него обратная стреловидность присутствует. Видите, вот, заметьте, чтобы вот потом не говорили, что, да, взяли там, сделали то же самое. Давайте подойдем к классической версии и посмотрим, есть ли у него обратная стреловидность. Ну, вот, смотрите, обратной стреловидности нету. То есть здесь крыло прямое идет, да? Тут самое главное, что эту концепцию все делает семья раннего Штемя. И это уже целая династия, вот, стоит его внук. Сейчас вам покажу, насколько все легкое. Посмотрите. Я даже могу двумя пальчиками, посмотрите. Вот это крыло поднимается двумя пальчиками. Томас, сделай отсюда. О, видите? Это вообще ничего не весит. Это весит 30 килограммов. Просто фантастика. Почему так происходит? Сейчас вам покажу. Вот это вот припрег, изготовленный с, ну, это вот самая высшая технология, которая есть в промышленности композитной. Это очень высокого качества припреги. Именно применение вот этой технологии позволяет получить вот ту самую 20-процентную экономию в весе, о которой я вам говорил. И здесь, конечно, используется уголь, и именно очень-очень специфический уголь, очень хороший уголь. Ну, понятно, что лонжерон, понятно, что вот он тоже в угольной полке. Здесь стеклозаполнение, стыковочные узлы. Все замечательно. И вот я еще раз подчеркну вот эти вот большие квадратики. То есть, когда мы делали демона, планер, оранжевый демон, пытались 115 килограмм и впихнули планер с двумя реактивными турбинами. Мы экспериментируем с таким материалом, но мы с таким не смогли работать, но мы все-таки попроще использовали. Вот это вот то, почему планер легкий. Основная проблема всегда, которая есть у вот этих вот тех аппаратов, то, что вот это вот огромное крыло, которое весит там черти сколько, поднять невозможно. Вот смотрите, я сейчас поднимаю, вот там на том конце стоит козлик, я сейчас подниму крыло, которое весит 100 килограммов. Я его могу нести. Томас, видно, что я поднял? Видно. Вот, и это, друзья, это совершенно не тяжело. Я мог бы с ним сплясать, но очень дорого это стоит, если я нечаянно его уроню. Оп. Чтобы вы понимали, что я тут нигде не нахалтурил. Видите? То есть, я могу поднять это крыло. То есть, в принципе, вдвоем можно поднять крыло, поднять его на планер, установить, что абсолютно невозможно вот в этой версии. То есть, вот это экономия веса. И возможность поместить в планер большое количество батареек. А вот так же сделан фюзеляж. Как вы видите, тоже эти же припреги, правильные, навороченные. Этот фюзеляж вообще держал один человек. 25 килограмм. I believeable. Друзья, вот это все весит 25 килограммов. Просто фантастическая штука. Вот это применение высоких технологий. То есть, понятно, что это дорого. То есть, я просто не представляю, сколько планер должен стоить. Вот, друзья, смотрите. Вот она. Вот. О! Красота какая! Вау! Вот стабилизатор тоже. Все, заметьте, все так же сделано. Вот так, как и должно быть. Как будет выглядеть фонументальная панель от этого планера. Здесь будет некий минимализм. Действительно, очень красиво. То есть, вы сидите, панорамное огромное стекло, маленькая панелька, и вы видите мир вокруг. Кайф от этого планера в том, что вы наблюдаете. Вы в таком, ну, коконе каком-то пространстве. Ну, виды будут потрясающие. Я буду снимать, выйти от восторга, я думаю. О! Это вообще в карманы бежать. Как вы поняли, чтобы получить вот такое качество материалов, используется комбинация вот этой вот замечательной камеры, в которой запекаются все наши вакуумные, естественно, прелести. И камеры для хранения припрегов. То есть, здесь у нас готовый припрег, уже все пропитано в заводском методом. Не нужно там с кисточкой бегать. Здесь минус 17 градусов. То есть, вот этот припрег, он готовый. Это уменьшает долю ручного труда, естественно, потому что, ну, что вы берете припрег, все выкладываете. Вот, например, отформованный руль направления. Выглядит все достаточно красиво. И все это, конечно, запекается вот в этой огромной полноразмерной камере, в которой, как вы понимаете, готовятся все детали. И в том числе, там, вот это длиннющее крыло размером 10 метров. Про что я вам забыл сказать, друзья. Про то, как этот планер паркуется. То есть, здесь другая немножко, не как на штемме, система уборки полукрыльев. То есть, вот эта консоль. Если на штемме вот эти консоли отсоединяются вот там и складываются в сторону хвоста, получается такой треугольник, то здесь консоль вынимается и складывается над вот этим основным крылом. А крыло потом может подняться над фюзеляжем, провернуться на 180 градусов, лежать над фюзеляжем. Вот так вот над фюзеляжем вперед торчит крыло. Это все имеет минимальные габариты. Может заталкиваться не то, что в ангар, может заталкиваться вам в гараж. Почему мне так важным кажется вот эта вот возможность сложить крыло? Потому что это совершенно новая возможность. Вы берете, складываете крыло, причем там оно за счет электрического механизма, не нужно корячиться, вы нажали на кнопку, крыло поднялось, развернулось. И получилась у вас тележка, собственно, сами колеса, сами шасси планера, в данном случае планера, ну вот они. Они позволяют вам тягать за вот этот хвост, например, вот, куда угодно ваш планер, по аэродромчику, все при этом не занимает много места. На аэродроме, может быть, вместо в ангаре чуть-чуть там буквально вот там запихнул, засунул и прекрасно радуешься жизни, потому что это, во-первых, просто упрощается операция, не нужно какой-то тетрис вечно играть. Да в конце концов сделал навес небольшой с солнечной крышей, которая этот же планер заряжает, и все, вот у тебя полностью решена проблема, не нужно этот планер чехлить. То есть сколько может занимать времени развернуть крыло на 180? Ну, мне кажется, не так много времени. С другой стороны, даже если у нас крылья сложены, ну, 10 метров это не так много тоже, это значительно меньше, нежели в два раза меньше, чем классический 20-метровый размах. И это не требует сложности каких, не нужно таскать тяжести. Вы сами видите, что вот эта консолька, которую я недавно поднимал, вот она, она весит всего лишь 30 килограмм. То есть вы ее берете там, вот так вот, чук, подняли, расстыковали там все, что нужно, провернули, сложили, и пошли радоваться жизни. Так что шикарно, я доволен. Этот планер должен полететь где-то в районе зимы этого года, то есть сейчас 21-й год, значит, в зиму 21-й, на 22-й полетит прототип. Сейчас заказано 15 машин, я так понимаю, вот 16-е, скорее всего, будет. И, ну, все очень меня радует. Хе-хе-хе-хе! Вот зашли и сразу подарки. Вот приятно! Если бы я мечтал сделать планер, я бы сделал его именно таким. То есть, ну, вот так надо. Так мы делали демона своего оранжевого. И он полетел на реактивных турбинов, он вызвал фурор. Это самый легкий планер, ну, самовзлетающий в мире. И так же делают этот новый планер. Поэтому мне дико по душе, как только я узнал об этой концепции, я загорелся, я сейчас планирую сотрудничать с этой компанией. Я буду про это рассказывать. И я надеюсь, что через три года, ну, планер полетит через год, но я, скорее всего, дождусь годика через три. Ну, не я, а мы, потому что одному такой планер не купить. Вообще никак. Это очень не видно. Ну, у меня много хороших друзей, поэтому, я думаю, все получится. Вот. Это была короткая экскурсия, друзья, вам, с нового завода от людей с горячими глазами. Простите за сумбурность, но зато все правда. До новых встреч, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. Погода бомба. Контент, как вы видите, он просто огонь. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин